Здравствуйте, меня зовут Антон и я администратор 3ginfo.ru И радостная новость для тех, кто смотрит этот видеоролик ближе к дате его выхода. 1 февраля Megafon выпустил в продажу продолжение линейки своих брендированных планшетов Megafon Login 4. Первый и второй логин, честно сказать, я не застал, а третий я застал. И эти видеоролики до сих пор собирают неплохое количество просмотров, неплохое количество вопросов. И так получилось, что в первую неделю удалось съездить в Москву, покататься по Москве, не найти планшет ни в одном офисе. И, в общем-то, удалось договориться, чтобы подъехать напрямую на Кожевническую 14, где находится административный офис интернет-магазина Megafon, где в течение 40 минут им все-таки удалось мне его продать. И что он из себя представляет? Что здесь добавили новенького по сравнению с третьим логином? Ну, ценник. Добавили ценник. Он теперь стоит 5000 плюс обязательный платеж 800 рублей. Когда он поступит в регионы, вот этот вот платеж, он может отличаться. Добавили 4G. Ну, естественно, пора уже, наконец-то. Также добавили навигацию, используя спутники GLONASS. Батарейка неплохая у него стоит. И положительный отзыв от Максима. Он хвалит экран, хвалит LTE, говорит 70 мегабит. Ну и, в общем-то, дизайн от третьего логина не сильно отличается. Ладно, что нам смотреть эту страничку, когда у нас лежит планшет. Давайте посмотрим на него вживую, что он из себя представляет. Итак, коробка. Коробка у Megafon, как всегда, красивая, зеленая, кратенькие характеристики. В интро к этому видеоролику я забыл упомянуть, что помимо цены все-таки версию Android подняли. И теперь это Android 5.1, MTK-процессор четырехъядерный на 1.3 ГГц. Напоминаю, что в прошлый раз был Qualcomm и оперативки 1 ГИХ. Посмотрим, что у нас там внутри. Сам планшет. Естественно, я уже доставал его, смотрел. Более того, отвязал от мегафона. И инструкция для людей, которые не знакомы с Android техникой, мелким шрифтом, маленькая. Ну, сэкономил мегафон. Сейчас кризис, все дела. USB кабель. USB кабель похож на типичный ZTE. Зампешный именно. Его вкладывают обычно в коробки с роутерами. Кабель довольно тонкий. Маркировки, по-моему, даже не имеет. Ну и ничего страшного. И зарядное устройство. Мощность выходного тока полтора ампера. А это уже неплохо. В общем-то, такая скромненькая комплектация. Никаких наушников, ничего не идет. Ну, в принципе, если бы они шли, то вряд ли бы кто ими пользовался. Давайте теперь пристально, под дулом камеры, рассмотрим сам девайс. Ну, что мы, в общем-то, видим. Задняя крышка действительно металлическая, пластиковые вставки. Вероятно, для прохождения сигнала сверху расположился разъем для зарядки. Стандартные микро-USB и непосредственно вход для наушников Jack 3.5. На левой панели кнопок никаких. На правой кнопке громкости и кнопка кнопки увеличения и уменьшения громкости. Кнопка разблокировки. То есть, держа планшет в правой руке, в принципе, я его разблокирую. А дальше вот этим пальцем я ничего сделать не могу. И, в общем-то, не знаю, как это по удобству, потому что планшетами я на самом деле не пользуюсь. Далее. Далее можно заметить, что у камеры появилась вспышка. И, в общем-то, тоже немного удивительно. Появились кнопки не на экране, а непосредственно на самом планшете. В принципе, это удобно. Кнопки не светятся. Но такой стрёмный момент меня смутил. Кнопки как бы вроде и есть. А здесь полоса. Заходим в меню или в какое-нибудь приложение. Здесь чёрная полоса. Не знаю, видно ли её на камеру. Немного странное решение. Может быть, обновление прошивки решит эту проблему. Ну и давайте уподобимся другим обзорщикам и зачитаем характеристики с сайта. Размеры у него 108 на 189. И в толщину он 10 миллиметров. И весит всё это чудо 270 грамм. В общем-то, по экрану у нас что? Стандартный 7 дюймов. В принципе, операторы ещё не брондировали. Больший экран. Разрешение 1024 на 600. И если в миллиметрах, то это 155 миллиметров на 86. Это физические размеры самого дисплея. В общем-то, по поводу углов обзора. Могу тупо показать на камеру. Оп. Оп. В общем-то... Экран яркий. Только он сейчас на максимальной яркости. Но я, допустим, привык уже к каким-то дисплеям, где особо и пиксели не видно. Там ретины и прочие вещи. То есть мне не слишком устраивает этот экран. Но пока что лучшего ещё не было. Ну и радует, что здесь стоит не какая-то ТН-матрица, а IPS. В этом планшету, конечно, ставим уже плюсик. По камере, я думаю, ожидать многого от этого планшета не стоит. Так как всё-таки тема бюджетная. Да и вообще, я не видел таких планшетов, у которых была прям очень хорошая камера. Но производитель нам заявляет. Камера 5 мегапикселей. Видеоролики эта камера снимает в разрешении 720p. У неё есть вспышка и автофокус. Фронталка также есть для того же самого скайпа. Тоже со стандартным разрешением 0.3 мегапикселя. И, в общем-то, я что-то на неё поснимал, что-то пофотографировал. Также затестил фронтальную камеру. Поэтому давайте посмотрим, что из этого получилось. Давайте разберёмся с видео. Как он снимает на освещенных участках. То есть сейчас у меня светодиодная лампа светится довольно мощная. И не знаю, как в видеоискателе. Вроде что-то видно. Причём даже видно на не очень освещенных участках. Как всегда, любая техника будет страдать, если, например, включить монитор. Но, на удивление, даже можно попытаться что-то увидеть. Или разобрать. И, в общем-то, довольно неплохо. В общем-то, походу, меня эта видеокамера очень даже обрадует. Потому что что-то какие-то всё-таки моменты из жизни снять можно. Наверное, прослышивание этой удивительной пластинки 89-го года. Есть у меня сейчас такая слабость. В виде прослышивания винила. Иногда даже вместе с какими-то другими слушателями. Ну и давайте, ладно, выйдем на улицу. Посмотрим, как он покажет себя на улице. По радиоинтерфейсу. Мегафон заявил у него Wi-Fi в обычных стандартах B, G и N. Однако, как написано в обзоре Декера, чип физически поддерживает 5 ГГц. Но у меня также под рукой нет устройств, чтобы проверить, работает он или не работает. Так как этот 5 ГГц не заявлен в технических характеристиках на сайте Мегафона. И у него на 100 Мбитном канале скорость показала 37 Мбит на приём, 42 Мбит на отдачу. Это в условиях зашумлённого эфира. К великому сожалению, на студии с интернетом беда в 2016 году юридическим лицам за много денег дают только 4 Мбит. Но довольно скоро мне удастся завести своё волокно, где будет 100 Мбит. И тогда уже сетевые тесты можно будет снимать нормально. Также по поводу навигации. Здесь довольно всё интересно. Декер сказал в своём обзоре, что у него она на холодном старте заработала очень даже успешно. Инвью 21, Инвью 15. Я вышел на улицу. Постоял там около 5 минут. Ну и в принципе вы можете посмотреть, что там получилось. Также, стоя на той же улице, я решил посмотреть, как он будет работать в сети ЛТЕ. И тут снова незадача. В городе, где снимается это видео, пока что одна базовая станция ЛТЕ. И то в 9 утра она была загружена, поэтому получилось не совсем как надо. Но в принципе на интерес вы тоже можете посмотреть. Однако на сайте Мегафона есть отзыв, что планшет в сети ЛТЕ выжил 70 Мбит. Но в принципе это возможно. Ну и давайте посмотрим, как работает здесь навигация. Здесь стоит GPS GLONASS. Включаем передачу геоданных на всякий случай. И открываем GPS тест. Спустя минуту он ухватился просто за координаты. Посмотрим, сколько он спутников теперь поймает всего. Пошли уже спутники GLONASS под номером 84. Спустя три минуты после запуска мы наблюдаем такую картину. Два спутника у нас остальные GPS. Ну в принципе все определилось. Быть может по прошествии какого-то времени их стало бы больше. Но руки уже довольно-таки мерзнут. В целом навигация на этом планшете работает. Как обычная навигация, конечно, плюсом является поддержка GLONASS. Какие-то спутники он видит. Но я думаю, не слишком это повлияет на качество навигации. Как у обычных бюджетных планшетов. В зоне видимости 11-12 спутников у него используется. В замерах до ближайших в город он показал такие показатели. Это в сети LTE. Ну как сказать. Видимо это полнонагруженный ОБС. Потому что отдачи и то больше. Люди отписывались о 70 мегабитах. Но это опять-таки зависит от города. Настройки базовых станций. Ее нагруженности и пропускной способности. Поэтому будем считать, что в этом тесте нам просто-напросто не повезло. Последним Antutu он набрал 31791 очко. Но что-то Antutu мне разонравился с последними версиями. Если что, я снимаю этот видеоролик 9 февраля. И пройдемся по характеристикам. Планшет получил Android 5.1. Работает на процессоре MTK8735. Вместо стандартного в бюджетном секторе видеоускорителя Mali-400. Он у нас имеет Mali-T720. Посмотрим, как он себя покажет в играх. Гиг-оперативы. Написано 8 гигабайт внутренней памяти. Но мы видим, что вроде как пользователю доступно 3.73. У процессора 4 ядра, каждая по 1.3 ГГц. Ну и, в общем-то, стандартный набор датчиков. И, в общем-то, все. Давайте запустим что-нибудь еще. Например, у меня есть Geekbench. Может, он будет все-таки чуть-чуть пообъективнее. И, как мы видим, в Geekbench он набрал 634 очка в однопоточном режиме. И 1689 в многопоточном режиме. С этим разобрались. В принципе, особо больше здесь можно ничего и не показывать. За исключением работы. Мультитач. Ну, 5 касаний это вполне достаточно. Окей, тогда давайте попробуем запустить какие-то игрушки. В этот раз мне удалось установить счетчик кадров в секунду. Это и будет показателем качества. Счетчик FPS находится в правом верхнем углу. Было скачано 3 игры. Ну и давайте начнем с Dead Trigger 2. Подождем, пока она загрузится. На мой взгляд, идет просто отлично. Плавность на высоте. Это и показывает счетчик. Пока что просадок никаких не замечено. Даже при каких-то быстрых движениях камеры. Ладно. С первой игрушкой у нас все отлично. И давайте перейдем к запуску какой-то следующей. Пускай это будет GTA San Andreas. Почему бы и нет. Бывает у меня в комментариях спрашивают, на каких настройках я играю. И я был немного удивлен тому, что оказывается у некоторых игр есть настройки. Поэтому давайте посмотрим, на каких настройках я играю. Получается у нас влияет дальность прорисовки, тени, в общем-то, и качество спецэффектов. Давайте попробуем задрать на максимум. И посмотрим, что из этого получится. Кстати, пока игра загружается, спешу напомнить, что здесь, в этом планшете, работа с флешкой реализована правильно. И если вы будете качать игры, то кэш будет сохраняться сразу напрямую на флешку. То есть мне, например, права только понадобились, чтобы там интегрировать системные приложения, чтобы они чисто для галочки не занимали внутреннюю память. И смотрите, в принципе, на настройках максимального характера. У нас в среднем те же самые 30 кадров в секунду. Когда я был будучи школьником, у нас на компах даже иногда так GTA-ха не шла. А тут очень даже ничего. Также давайте попробуем. То есть, смотрите, отражение у машины действительно есть, поэтому... Это тоже не может не радовать. Но фпс чуть просел когда-то до 15. Но, в принципе, не критично, я думаю. Не знаю, как, конечно, на таком фоне этот счетчик фпс виден. Но тут даже и без счетчика понятно, что у нас игра идет очень даже неплохо. И также я не поленился, скачал танки. Что я вам хочу сказать про них? Во-первых, что я не умею в них играть. В принципе, не хочу терпения нет, поэтому давайте сейчас каким-то образом попробуем это сделать. Потому что там даже бой не начнешь, там надо что-то выбрать. В общем-то, вот. То есть, по нажатию кнопки в бой он никуда не идет. Не полный боекомплект, говорит. Ну, вот. Может, теперь он станет полным и нам дадут поиграть. О, дают. Отлично. Видимо, сейчас мы ждем, пока остальные устройства подключатся. А нет, это сгрузилась игра. Теперь, в общем-то, можно ехать. Не совсем понятно, куда. Как мы видим, фпс у нас просто прекрасен. 60 кадров в секунду. Это очень даже круто. Поэтому переживающие танкисты могут не волноваться. Так, ну и можно теперь, раз фпс проверили, можно смело идти погибать. Отлично. Все, идем отсюда. Танки идут просто прекрасно. И если кто-то думает взять этот планшет для игр. Температура, в принципе, ценник-то у него бюджетный, с нынешним курсом доллара. Ну, рекомендую. Просто-напросто рекомендую во всей красе. Сейчас я запускал три эти игрушки. Планшет не нагрелся вовсе. То есть, где-то сверху обычно находится процессор или еще что-то. Температура планшета очень даже нормальная. В принципе, вы сами это видите на термометре. Ну и давайте теперь поговорим про предустановленные приложения. Предварительно отключив счетчик фпс, он, в принципе, уже не сильно-то и нужен. Итак, стандартных приложений здесь очень-очень много. Замени гудок, игры, мегадиск, мегафон. Это все, что у нас от мегафона. Далее, почта mail.ru у нас стоит. Еще эти игры запустились. Ужас. Идем дальше. Снова мегафоновский софт. Касперский интернет-секьюрити. Литриэс, Ламода, Мегафон ТВ. И весь этот шлак стоит. Маленькая радостная новость. Что-то можно удалить. Аль не совсем. Сейчас можно пройтись по настройкам приложений. То есть аксессуары, в принципе, у нас удаляются. А те же самые личный кабинет мегафона. Мегафон этот самый... Мегафон диск тоже можно удалить. И, в принципе, это на самом деле радует. Но, например, тот же самый Яндекс.Браузер удалить нельзя. Также в комплекте идет Клинмастер. Его также удалить нельзя. Ну, в принципе, при наличии рут-прав это все легко можно удалить при помощи того же самого Link2SD. Но об этом может быть в каких-то следующих видеороликах. Надеюсь, вам этот обзор помог сформировать какое-то мнение об этом планшете. В принципе, за 5000 мы получаем неплохой аппарат, особенно для ребенка. Небольшенький, который в состоянии тянуть все игры. На последней версии андроида с 4G. И нормально реализованной работой с картой памятью. В общем-то, что нужно еще? Ничего. Как я уже упоминал, курс доллара растет, техника дорожает. А бюджетное устройство покупать очень даже неплохо. По поводу того, что это Мегафон, и он привязан только к своему оператору. Ничего страшного в этом нет. Мы на 3G.info занимаемся разблокировкой брендированной техники от оператора, в том числе и планшета Мегафон Логин 4. Информация об этом находится в видеоролике, аннотация на которой сейчас на вашем экране, а также в описании к этому видео. В будущем я хочу взять этот планшет, сходить уже знакомую подписчикам мастерскую GSM-доктора и его разобрать. А также снять отдельный видеоролик про то, как там идут игры. Заказы на игры принимаются в комментариях к этому видео. Можете даже ссылку на маркет кидать, так будет куда проще. Ну, в общем-то и все. С вами был Антон, один из администраторов 3ginfo.ru. До скорых встреч! Текстовый обзор вы можете почитать в блоге Декера. Ссылки на эти обзоры находятся в описании к этому видео. Продолжение следует...